Добрый день. Мы рады вас приветствовать на очередном вебинаре от компании Axelot. И тема сегодняшнего вебинара – возможности Axelot TMS X4 для производства мероприятий. Представлю сегодняшних ведущих. Ими выступают я, Пшеников Михаил, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Axelot, и Вячеслав Жуйков, руководитель проектов TMS в нашей компании. Мы напоминаем, что в конце вебинара вы можете задать интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне управления. Также материалы данного вебинара вы сможете найти на канале Axelot на YouTube, на нашем сайте и на нашей страничке Facebook. Соответственно, давайте мы начнем. Я кратко расскажу о нашей компании, и далее мой коллега расскажет непосредственно о возможностях TMS X4. Наша компания на рынке существует с 1998 года. Мы располагаемся в Москве в центральном офисе, и есть вспомогательный офис в городе Киров. В нашем штате более 200 человек. Основная сфера деятельности компании – это автоматизация процессов складской и транспортной логистики. Также наша компания оказывает услуги логистического консалтинга. В рамках наших проектов мы поставляем все необходимое оборудование под ключ. В постпроектном сопровождении готовы оказывать техническую поддержку в самом расширенном ее режиме, в режиме 24 на 7. И, соответственно, мы являемся разработчиками и внедренцами TMS и WMS систем. Если говорить о наших партнерах, то они представлены на этом слайде. Это компания 1С, с которой мы сотрудничаем с момента нашего основания. Также в группу компаний Axelot входят компания Gradum и компания Daterion. Компания Gradum занимается внедрением и сопровождением различных систем, разработанных на платформе 1С, в том числе систем класса ERP. Компания Daterion занимается построением интеграционных ландшафтов с целью организации обмена информацией между этими системами. Компания Zebra и компания Citigit – это наши партнеры по поставкам оборудования и по картографическому сервису. То есть компания Citigit для наших TMS проектов поставляет нам удобный картографический сервис. Компания Zebra в том числе поставляет мобильные компьютеры для удобной работы водителей. А компания Xtreme нам помогает для обеспечения организации бесшопной Wi-Fi сети при реализации наших проектов по WMS. На этом слайде вы можете видеть ряд компаний, которые уже работают с нами, которые уже выбрали TMS. Здесь часть проектов. Вы можете видеть, что они представлены в самых разных сферах. Здесь есть как небольшие компании, так и крупные гиганты, представители разных отраслей бизнеса. Соответственно, призываем и вас обращаться к нам и выбирать нашу компанию при автоматизации транспортной логистики. О компании Axelot. Мы являемся разработчиком логистической платформы Axelot X, на которой построены последние версии наших систем. Это Axelot TMS X4, о которой сегодня пойдет более подробно речь, и Axelot WMS X5. Соответственно, обе эти системы, внедренные на предприятиях заказчика при тесном взаимодействии с ERP-системой, образуют единый логистический контур. То есть все потребности в плане автоматизации складской и транспортной логистики мы полностью покрываем. И когда у нас образуются складные бизнес-процессы и событийная модель в режиме реального времени, то, соответственно, при сглаженном взаимодействии обоих систем достигается синергетический эффект. То есть эффект от слаженного взаимодействия систем, отвечающих за складскую и транспортную логистику. Соответственно, мы наблюдаем различные позитивные изменения в деятельности компании. У нас повышается качество и точность доставки, у нас повышается автоматизация регулярных операций, соответственно, сокращение на ГСМ, сокращение на собственный транспорт, и, соответственно, мы контролируем наемных перевозчиков. По поводу проблематики, то есть по поводу тех моментов, над которыми заказчики задумаются при выборе системы по автоматизации транспортной логистики. Здесь необходимо понимать, сколько мы тратим на перевозку, сколько мы тратим на содержание своего транспортного парка, каким образом мы можем сэкономить пробег и суммарный километраж автотранспорта, как наиболее оптимально объехать точки маршрута при движении транспорта, и, соответственно, где находится наш водитель во время исполнения маршрута, и где находится наш либо наемный транспорт. То есть на все эти задачи наша система призвана отвечать и призвана помогать вам. Соответственно, Axelot MSX4 – это четвертое поколение системы по автоматизации транспортной логистики, по управлению транспортом и перевозками, которую разработала наша компания. Она предназначена для комплексной автоматизации процессов управления транспортом и перевозками. Основную цель, которую мы преследуем, рассказывая о данном продукте, это консолидация всех затрат на транспортный сектор в одном решении и уменьшение затрат на перевозку и собственное транспортное подразделение. Соответственно, можно выделить ряд задач, которые мы преследуем при работе с нашими клиентами. То есть это, во-первых, учет прямых затрат по рейсам, учет затрат на собственный парк транспортных средств. Также мы учитываем посленные затраты и в итоге снижаем затраты на перевозку и собственные транспортные подразделения. И мы всегда выступаем за то, что только комплексный подход может решить проблему в целом. Соответственно, функциональная система состоит из нескольких блоков. Это блок по управлению перевозками, блок по управлению собственным парком транспортных средств и спутниковый мониторинг, который включает в себя Android клиент для водителя. Во всех блоках представлена аналитическая отчетность во всевозможных разрезах. Каждый блок представляет из себя собственную рабочую единицу. То есть система может приобретаться как комплексно, так, соответственно, и по отдельным блокам в зависимости от целей и задач наших клиентов. Соответственно, про функционал каждого из блоков и системы в целом мы расскажем сегодня в нашем кабинале. Также в нашей компании есть интересный сервис. Это библиотека Axelot. То есть мы берем книги ведущих экспертов в области грузоперевозок, в области автоматизации транспортной логистики. Какие-то новые идеи, которые уже применяются на Западе. Мы, соответственно, эти книги переводим на русский язык. Мы эти книги адаптируем под российские реалии и, соответственно, предлагаем нашим потенциальным и действующим клиентам приобретать их у нашей компании и, соответственно, в открытом доступе. Преимущество компании Axelot – это, прежде всего, огромная отраслевая экспертиза. То есть за годы осуществования на рынке мы уже автоматизировали транспортную логистику очень многого количества компаний и знаем все тонкости и все возможные нюансы, с которыми можно столкнуться. Наши сотрудники умеют работать с высоконагруженными системами, с высокоинтенсивными задачами. То есть нам нет разницы количества транспортных средств, которые необходимо автоматизировать собственные эти транспортные средства, либо наемные. То есть мы, соответственно, подстраиваемся под задачи клиента и спокойно их выполняем. Мы занимаем лидирующие позиции на рынке ВМС и ТМС систем, обладаем высоким уровнем компетенции при работе с проектами и, соответственно, в рамках технической поддержки мы оказываем ее в самом комфортном режиме для клиента – это в режиме 24 на 7. И все вышесказанное дает нам право и возможность реализовывать более 100 проектов в год, если мы говорим про общее количество проектов, которые реализует наша компания. Соответственно, теперь я передам слово коллеге Вячеславу, который непосредственно уже расскажет про сам продукт и про его функциональность. Коллеги, добрый день. С вами построим следующим образом работу, то есть частично мы будем что-то смотреть по презентации и периодически смотреть функционал самой системы. У нас сегодня с вами тема – это управление транспортной логистикой для производственных предприятий. И, соответственно, основная цель – это управление полной цепочкой поставок от поставщика до клиента с учетом использования различных типов транспортных средств, с учетом использования мультимодальных перевозок, различных ограничений и тому подобное. Итак, более подробно. С чего начинается в целом работа системы – это получение в нее потребностей на доставку, то есть заявки на перевозку грузов или доставку на перевозку сырья с производства или заявку на доставку уже готовой продукции непосредственно конкретным поставщикам, либо конечным нашим получателям. В заявке указывается необходимая информация, откуда и куда мы должны перевезти груз, то есть где мы должны забрать, куда доставить, там же указывается информация о ключах перевозки. Идет детализация вплоть до каждого грузового места для того, чтобы мы могли понимать, что если у нас, например, большой объем поставок в рамках одной заявки, то необходимо исполнять постепенно, в течение месяца, в течение недели, в течение нескольких дней, то есть мы должны вывести определенный объем. Система ТМС позволяет это достаточно просто регулировать. Если в самой системе, то, как правило, интеграционным путем из корпоративных систем или с порталов к нам поступают потребности на доставку, заявки на перевозку грузов. Как я говорил, в заявке указывается вся необходимая информация, необходимая нам для формирования планирования доставок, то есть это откуда и куда мы доставляем груз, информация о временном окне забора груза, если мы говорим, что нам необходимо в конкретное время приехать к поставщикам и забрать, и информация о получении груза в конечной точке. При этом, как я говорил, мы имеем информацию детализированную вплоть до каждого грузового места, его объемы, характеристики, его количество, вплоть до товарного состава, который в каждом из грузового места присутствует. Соответственно, мы можем управлять сложными достаточно перевозками, это организация мультимодальных перевозок через различные склады, либо это доставка, словом, сырья от поставщика на производство, затем с производства готовой продукции, например, на распределительный центр или склад, и готовая продукция, дальше доставка с этого склада до конечных уже получателей. То есть на каждом этапе заявку необходимо ввести определенный контроль, каждое звено доставки может исполняться различными типами транспортных средств, это будет автодоставка, ЖД-доставка, авиадоставка и так далее. То есть в зависимости от ваших процессов здесь возможны различные гибкие настройки. То есть на уровне каждой заявки автоматически подбирается необходимая цепочка поставки в зависимости от заданных нами критериев. Ну, если мы вернемся на примере системы, у нас здесь с вами представлена заявка, это доставка с Самары до доставки к конечному получателю в Москве. То есть она едет через мультимодальную схему, то есть мы забираем груз на определенный сырье, например, в Самаре, везем это на производство, с производства получаем готовую продукцию, везем это на распределительный центр в Москве, и в распределительный центр в Москве уже распределительный центр уже доводим до конечного получателя. Дальше мы с вами посмотрим, таких заявок у нас достаточно много, которые едут, вот они все у нас представлены так. Все эти заявки у нас как раз едут по мультимодальной перевозке, далее мы более детально посмотрим на процессе уже планирования рейсов, как мы компонуем эти заявки, как исполняем каждую звену цепочки. Итак, планирование рейсов для всей цепочки поставок. То есть первое – это управление доставкой от поставщиков, когда мы собираем сразу поставщиков и консолидируем в сырье на производстве. Здесь мы не всегда обладаем полноценными данными об объемах поставок, то есть поставщики, как правило, говорят, что мы вывозим частями какую-то продукцию, то есть не всегда полный объем по заказу у нас готов. Соответственно, система в силу ТМС, она умеет работать с большим объемом грузовых мест, которые исполняются частями. То есть мы вывозим в определенное сырье, либо грузовые места, либо насыпные, либо наливные грузы, а по мере предоставления их поставщика мы предоставляем это все на производство. Следующее звено – это управление планированием, например, доставки межрегиональных, где мы можем, опять-таки, это у нас, например, либо магистральная перевозка при помощи автотранспорта, либо это может быть ЖД-перевозка, либо авиаперевозка на каком-то этапе. Здесь осуществляется контроль временных окон доставки, формируется приоритет доставки для определенных поставщиков, клиентов. При магистральных перевозках немаловажным является учет режима труда водителей, который позволяет формировать не просто, что водитель сел и поехал без остановок, без отдыха, а реально увидеть картину, плановое время прибытия в точек с учетом необходимых либо законодательных мер, либо настраиваемых режимом труда и отдыха согласно системе. Соответственно, следующим этапом поставки у нас является планирование последней мили доставки, то есть когда мы, например, перевезли на распределительный центр или на какой-то склад перегруппировки, дальше перекомпонуются, например, в более мелкие машины или наоборот перемещается груз на авиадоставку и доставляется уже конечным получателям. На каждом этапе планирования маршрутов, соответственно, у нас есть возможность срочной корректировки. При планировании мы учитываем совместимость продукции, то есть у нас часто бывает, что мы везем, например, пищевые продукты вместе с какими-то бытовыми, либо мы говорим более хрупкие какие-то товары, которые должны ехать в отдельной машине. То есть мы, в принципе, можем учитывать совместимость продукции при перевозке, то есть можем ли мы вместе до машины пласть или нельзя. То есть это задается настройках системы, при планировании маршрутов это учитывается, как на забор от поставщиков, так на магистральной доставке, так и на доставке в последний мили. То есть если мы обладаем разношерстным грузом, соответственно, мы можем настраивать, что с чем можно или нельзя перевозить. При планировании мы поддерживаем следующий геоинформационный сервис, то есть это работа с картами, это визуальное отображение маршрутов на карте, это построение и прокладка оптимальных маршрутов с учетом дорожной обстановки. Как говорил Михаил, то есть у нас есть основной поставщик – это компания CityGit, которая предоставляет достаточно удобный картографический сервис, позволяющий учитывать дорожную обстановку в виде статистики, в виде текущей дорожной обстановки по пробкам. То есть это один из картографических сервисов, таких два – это Яндекс и CityGit, которые предоставляют статистику по пробкам. Плюс сервис CityGit предоставляет векторное движение по дорогам, то есть учитывая не просто загруженность целой дороги, а учитывая ее по полосам движения. Также для работы мы используем, например, карты Axelot Maps можем использовать или карты OpenStreetMap. Это бесплатные карты. Наши карты Axelot Maps базируются на картах OpenStreetMap. Вся необходимая инфраструктура развита на наших серверах, на наших мощностях. Мы предоставляем этот сервис бесплатно. Что касается планирования маршрутов по самой системе. То есть у логиста есть удобное рабочее место, которое состоит у нас из карты, где отображены необходимые заказы. Как раз мы сейчас с вами разберем всю цепочку поставки от забора гуруза до доставки его на производство, соответственно, формирование готовой продукции, доставки в НРЦ в Москву и доставка до конечного получателя. Логист здесь, как я говорил, видит заказы, здесь в данном случае на забор продукции. У него представлен список доступных ему транспортных средств. Планирование может вестись как на виртуальный транспортный средств, так и на реальный. Соответственно, есть разного типа продукция. То есть есть здесь заморозка, есть и молочная продукция, если мы говорим про пищевые какие-то. Есть и продукция, которая не является пищевой, которая не должна ехать совместно с пищевыми продуктами. Соответственно, при планировании, как я говорил, мы учитываем совместимость в том числе и товарного соседства. Соответственно, ЛГИС дальше нажимает планирование, то есть и с учетом заданных ограничений, это временные окна забора доставки, это как раз-таки совместимость перевозимых грузов, это необходимые критерии, например, поставки машин в определенные точки, которые задаются в системе и решаются задачи маршрутизации. То есть с учетом различных ограничений, в которых в системе более 50, мы решаем задачи маршрутизации, распределяем это по маршрутам. Получили маршруты по забору доставки необходимых продуктов на склады, как я говорил, в любой момент времени логист может вмешаться либо на этапе планирования, либо на этапе исполнения рейса и при необходимости может скорректировать маршрут, то есть добавив или убрав какие-то точки поставки. Как мы видим, у него есть удобный интерфейс, который позволяет все это видеть, отображать, видеть количество точек, когда приезжаем, когда уезжаем, какие заказы мы забираем, на какой объем спланировано у нас это все. Следующим этапом у нас является, то есть мы собрали все это на производстве, дальше у нас формируется готовая продукция и эту готовую продукцию нам необходимо перевезти из Самарской области уже на распределенный центр в Москве, откуда дальше это отправится нашим конечным получателям. Соответственно, есть у нас заказы, опять же те же самые, только это уже второе плечо, здесь магистральная перевозка, здесь необходимо как раз таки нам учитывать опять-таки, что есть разного типа продукции, товарное соседство, что они не могут ехать в одной машине, опять-таки задается различное ограничение перепланирования маршрутов. Сейчас мы с вами посмотрим, какие есть возможные варианты. Как раз совместимости, это, например, учет временных окон, есть дополнительные ограничения по транспорту, это поместимости транспортных средств, по работе транспорта в определенных зонах, проезды транспорта, если мы говорим про крупнотоннажи транспорта, это заезды в определенные зоны и прокладка маршрута по дорогам, где разрешен проезд для грузового автотранспорта. Есть возможность учитывать к определенным, что клиентам или к определенным производственным площадкам мы можем подать только определенный тип транспортного средства, который соответствует определенным характеристикам. Или же, например, если транспортное средство имеет определенный перечит транспортных средств, имеет пропуска к определенным объектам. То же самое касается водителей, то есть настройки позволяют при планировании учитывать, есть ли у водителя, например, пропуска, может ли он работать с тем или определенным поставщиком, есть ли на нем выписаны доверенности и так далее. То есть при планировании маршрутов, как я и говорил, учитывается достаточно много параметров. Сейчас мы планируем как раз эту перевозку из Самары до распределительного центра в Москве. Опять-таки разный тип продукции в данном случае представлен, настроены, что мы учитываем товарную совместимость. У нас сейчас формируются два рейса на доставку. Несмотря на то, что там они не полностью загружены, мы понимаем, что часть грузов мы друг с другом везти не можем. Причем это достаточно, на самом деле, гибко настраивается, то есть в определенные точки мы, например, можем возить какую-то продукцию совместно друг с другом, в какие-то точки нет. То есть вот у нас планировались два маршрута, это магистральная перевозка, и следующим завершающим ключом доставки у нас является доставка непосредственно до конечного получателя. То есть выстроена полностью вся цепочка. При этом мы всегда отслеживаем, что произошло с предыдущим ключом маршрута и не даем начать выполнение тех точек, которые у нас на последующих плечах участвуют. То есть этот контроль осуществляется, то есть не так, чтобы товар не доехал до склада, а мы его уже отправили на следующий рейс. Этот контроль в системе осуществляется. Опять-таки здесь, в принципе, такой же, то есть у нас все это перебывало на распределительный центр, и с распределительным центром нам необходимо уже это распланировать до конечных наших получателей. Соответственно, опять-таки выставляются определенные настройки, учитываясь, например, совместимость, учет временных окон. Если мы говорим, что у нас там несколько складов, несколько рц, с которых мы осуществляем доставку, то мы опять-таки указываем это в настройках планирования. Все это задаем, и, соответственно, опять с учетом данных параметров производится планирование маршрута. Опять учитываются все вот эти ограничения, которые мы задаем, учитывается совместимость, товарное соседство, и идет распределение уже по конечным маршрутам с учетом большого количества ограничений. Немножко упустил про магистральную перевозку, то, что я как раз рассказывал, пока построились маршруты до конечных получателей с нашего распределительного центра. Далее, вот то, что про магистральную перевозку, это учет режима труда и отдыха. То есть в системе есть достаточно гибкий механизм по заданию правил, как должен ездить водитель, сколько часов он должен находиться в рейсе, какие перерывы должны быть, сколько он должен часов отработать в неделю, и при планировании маршрутов это все учитывается. Причем есть, как я говорю, гибкий механизм, то есть либо согласно нормам законодательства, либо согласно реальным, по которым ездят водители, то есть это достаточно регулируемо и настраиваемо. Причем разные режимы могут быть использованы, например, для разных перевозчиков, для собственного парка мы, например, устанавливаем согласно законодательству, для наемного парка мы устанавливаем более щадящие, например, меры, чтобы осуществить и понять планы и результаты доставки продукции. Следующая задача, после того, как мы спланировали маршрут, распределили всю доставку под цепочками, если мы используем, например, собственный или наемный парк, то наша задача – это правильно подобрать перевозчика на рейс. То есть оценить, во-первых, стоимость использования собственного парка на определенную доставку, а также быстро запросить стоимость у сторонних перевозчиков, получить от них обратную связь и понять, как же выгоднее нам осуществлять доставку – собственным парком, наемным парком, если наемным, то какого из перевозчиков нам выбрать. Здесь опять-таки нам помогает система, используя различные тарифные сетки, показывая сравнительный анализ между перевозчиками. Также есть возможность разыгрывания тендеров среди перевозчиков, с которыми у вас, например, заключен договор, отправка им предложений, получение обратной связи на ваше предложение коммерческое, дальше выбор победителя на основании стоимости, на основании рейтинга каждого перевозчика. То есть процесс выглядит достаточно просто. После того, как мы сформировали маршруты, есть отдельное рабочее место по назначению транспортных средств и водителей на рейс. Как я говорил, здесь у нас занесены, например, тарифные сетки по заданным направлениям. То есть есть правила, например, расчета тарифов различных. В данном случае, как пример, это доставка в различные регионы, тарифная сетка, например, по доставку из одной зоны в другую, которая может участвовать в общей формуле создания тарифа для перевозчиков. То есть если, например, в зависимости от определенного типа транспортного средств, есть заданная ставка по направлениям. Также показателей достаточно много. Здесь временные ограничения, типа транспортных средств, количество точек на маршруте, отработанное время водителем и километраж, тонны, километры, которые перевезены. Все это может быть заложено в виде тарифных расчетов. И в итоге вы увидите на спланированные маршруты предварительную стоимость, которая могла бы выполняться тем или иным перевозчиком. То есть это помогает оценить в первую очередь, то есть каким из перевозчиков выгоднее доставлять. Если мы задаем параметры стоимости километра пробега на основании статистически собранных данных ранее на собственный парк, то есть от всех затрат, о которых мы чуть дальше поговорим, соответственно, мы можем также оценить, насколько выгоднее доставлять собственным паркам или выгоднее доставлять наемные. Что касается разыгрывания тендеров, то есть мы отправляем запрос сторонним перевозчикам, либо это делают автоматические системы, либо это мы выбираем условно, кому хотим отправить наши запросы на участие в тендере и формируем непосредственно заявки. Заявки отправляются нашим подрядчикам, нашим перевозчикам. Далее они при помощи личного кабинета, логин и пароль заходят в свой личный кабинет и видят предложения, которые к ним поступили. То есть вместе, помимо того, что в личном кабинете у них отображаются предложения, на электронную почту приходит ссылка с письмом, где они видят ссылку на поступивший к ним новый заказ. Дальше они открывают поступившие предложения, смотрят, какие там основные характеристики по доставке, при необходимости могут посмотреть более детально маршрут следования, которые им предстоит выполнять. Здесь же указаны все весы габаритной характеристики, пробег, километраж и прочее, количество точек, посещаемых на доставку. Все это представлено у перевозчика в личном кабинете. Далее он формирует предложение. По данному уже сформировано, то есть возьмем, например, новую заявку. Формирует предложение, указывает, какое поедет транспортное средство и какой водитель будет исполнять. Опять-таки, здесь этот список ведет сам перевозчик непосредственно, что сокращает трудозатраты на логиста на занесение этой информации в систему. То есть перевозчик сразу говорит, какое транспортное средство, заносит его номер, заносит водителя, который поедет. При необходимости он может прямо непосредственно в личном кабинете приложить все необходимые файлы по транспортному средству. Это будет, например, СТС, ПТС по транспорту, если это необходимо. По водителю это сканы, например, водительского удостоверения, скан паспортов. То есть сюда все это выкладывается, для того, чтобы логисту было проще в дальнейшем, например, оформлять пропуска, оформлять въезды, выезды транспорта на средство на территорию, если мы говорим про закрытые территории для производства. То есть это на самом деле ускоряет процесс, убирает эту всю переписку по почте, отправку номеров, либо в Ваське, либо в Скайпе. Все формализовано, все непосредственно в системе. Опять-таки, это упрощает же самому перевозчику, которому не нужно где-то в Excel или еще где-то ввести табличку своих транспортных средств водителей. То есть если он регулярно работает с вами, то он достаточно быстро и просто может выбрать транспортное средство водителя, ввести свой список, что сокращает значительно как его трудозатраты, так и трудозатраты логиста на получение предложений. Дальше он указывает стоимость, соответственно, доставки и отправляет это предложение нам. Соответственно, логист в системе видит полученные ему пришедшие предложения по тому рейсу, который мы отправили, видит там условно ставки, видит какие предложения к ним поступили и дальше подтверждает одно из предложений. Все остальные, отклоняясь, им приходят уведомления о том, спасибо за участие в тендере. Соответственно, предложение, которое он подтвердил, автоматически данные водителя транспортное средство назначаются на рейс, то есть они уже сразу жестко за ним закреплены. Остается только отправить машину непосредственно в сам рейс. То есть вот этот функционал, он достаточно гибко позволяет управлять вот эту цепочку поставки, находить необходимых поставщиков, разыгрывать между ними тендеры, что значительно сокращает затраты и время на подбор транспортных средств водителей на рейсе. Для следующего этапа перевозки, вот мы все здорово спланировали маршрут, спланировали цепочку поставок, нашли, кто будет его исполнять. Следующим вопросом становится, как нам контролировать, что делают собственные наемные водители. Если мы еще собственные водители можем как-то там связаться, или у нас установлены есть трекеры на машинах, то с наемниками здесь все гораздо чуть сложнее. Машины современными могут меняться, не каждый перевозчик готов предоставлять данные по трекерам. Соответственно, мы для контроля таких водителей наемных, так как, собственно говоря, и своих, используем мобильное приложение, которое, во-первых, является самим по себе трекером для отслеживания местоположения, где находится водитель с транспортным средством, а также является, по факту, электронным маршрутным листом, где перечислен перечень точек и работ, которые необходимо в каждой точке выполнить. На мобильном приложении доступна карта проезда, например, по точкам, формирование с учетом текущей дорожной обстановки, с учетом планового маршрута, который мы положили по системе. Например, важно для магистральных перевозок, где используют крупнотоннажи транспорт, потому что мы прокладываем маршрут с учетом закрытия, например, определенных зон, где мы знаем, что есть, например, весовой контроль, что у нас где-то есть, может быть, перегрузка на осень, хотелось бы приезжать через определенные весовые контроли, то есть их объехать, обойти. То есть вот этот плановый маршрут, который построили мы в системе, мы транслируем его непосредственно водителям. Далее водитель может зафиксировать информацию о том, что он, например, приехал или уехал с точки погрузки или разгрузки, и в режиме реального времени логистовую информацию получит. То есть он может отчитаться в пользу каждого грузового места, по товарно-накладной или по транспортно-накладной, в зависимости от настроенного функционала системы. Здесь, в принципе, мобильное приложение ведет тотальный контроль за водителем. Как только мы, например, там, въезжаем в зону погрузки или в зону разгрузки, идет информирование, условно, от приложения о том, что подъехал или нет водителя. То есть мы отслеживаем геопозицию, понимая, что он приехал в точку, соответственно, должен начать выполнять работу. Если по каким-то причинам он их не выполняет, система опять задает вопрос. Хорошо, мы в точку приехали, ждем начала выполнения работы, работа не начинается. В чем причина? Соответственно, водитель указывает вот этот так называемый инцидент. Мы все инциденты у себя в системе КОБИМ для проведения дальнейшего какого-то анализа и принятия управленческих решений. То есть если мы работаем с подсоточниками, которые, да, нам задерживают машину на погрузках, соответственно, увеличивая наши простоя, увеличивая наши затраты на перевозку, либо же это, например, на своих, наоборот, складах мы долго разгружаем эту продукцию, долго отгружаем готовую продукцию. Все это необходимо учитывать и контролировать. Система позволяет вести такой учет по инцидентам, понимать, где у нас являются проблемные места и принимать решения по их устранению. Следующий момент, что опять-таки начали вроде выполнять работу, у нас заложен определенный лимит времени на исполнение работ в каждой точке, что мы знаем, что у этого поставщика мы часы грузимся, здесь словно 50 минут, проходит больше определенного времени, опять-таки водитель не отметил, что он еще выполнил задачи по погрузке или разгрузке, опять идет информирование водителя. В чем причина? То же самое мы контроль ведем и вне рамок, условно, точек погрузки или выгрузки. Если идет длительное превышение стоянок на маршруте, опять-таки сразу идет уведомление водителя о причинах, почему долго, например, стоит вне рамок точек погрузки или разгрузки. Есть возможность работать вплоть до товарного состава на погрузке или разгрузке, но это больше интересно, например, на последних милях доставки уже готовой продукции. Есть возможность запроса досрочного убытия из определенных точек, то есть если мы понимаем, что, например, долго шляжется погрузка или разгрузка, то есть можно выполнить только часть задач, например, переехать на соседний склад, погрузиться, а потом вернуться и опять нагрузиться на втором, например, на первом складе, в котором изначально была погрузка. Опять-таки это настраиваемое, либо это по согласованию с диспетчером, либо это по согласованию, то есть либо мы говорим водителю, что он может самостоятельно менять порядок обеда утрочек. Указывается обязательно причина, в чем он хочет, почему он хочет раньше, чтобы уехать с туалитной точки. Все это опять-таки фиксируется в системе для разбора дальнейших инцидентов. Также мобильное приложение позволяет вести отчет по задолженностям документов водителей и денежных там средств, которые, например, они должны нам компания. То есть опять-таки все это и поступает за должность по документам. Ну, это вот более самая актуальная тема сторонним перевозчикам-водителям, что за определенные маршруты у них числится задолженность по документам. Обратная сторона медали, так называемая, это рабочее место диспетчера, который контролирует, в принципе, вот этих водителей, которые мы выпустили на рельс. Будь то ездят они с мобильным приложением, будь то ездят это собственный парк, используя, например, трекеры, установлены на машинах, мы ведем определенный контроль. Вот, например, как на данном слайде представлен, контроль простоя в пути. Соответственно, в рабочем месте у него представлены транспортные средства, представлены у него маршруты и машинки, которые они исполняют. Фиксируются все инциденты. Ну, в данном случае, как пример, планируемое обозначение в точках. То есть это все диспетчер ведет в динамике. По факту реагирует только на определенные отклонения, которые мы настроили в системе. Это, например, уход с планового маршрута, это опоздание или планируемое опоздание в точку. Это работа с инцидентами, которые происходят у водителей. То есть это долгая погрузка, разгрузка, все, что может повлиять на срыв поставок. Помимо того, что мы отправляем задолженность по документам непосредственно самим водителям, исполнителям по рейсу, также в системе ведется в целом контроль движения всех документов за исполнение перевозки. Перевозка имеет два статуса. Выполнен – это значит, что выполнены все задачи по маршруту. И завершенно это означает, что они не просто выполнены задачи, а также предоставлен полный комплект документов. Мы в системе настраиваем, какой комплект документов требуется к возврату. И, соответственно, это минимизирует потери компании по причине невозвращенной литеринной документации. Это является фактом, подтверждающим для бухгалтерии фактор осуществления перевозки. То есть все необходимые оригиналы документов, они фиксируются в системе. Далее, коллеги, хотелось бы разобрать, буквально 5 минут уделить учету по собственному парку, потому что если мы осуществляем доставку собственным парком, то достаточно большая статья затрат – это ведение учета собственного парка, это как операционная деятельность, связанная с ремонтами, с заменами агрегатов, например, с учетом ведения реестра транспортных средств, выпуска их на линию, так и затратность, составляющая на собственный парк, которая достаточно немаленькая получается – это учет затрат на КСЛ, это учет затрат на амортизацию транспортных средств, опять на те же ремонты, запчасти, на агрегаты, на страховки, лизинги и прочее. То есть достаточно такой объемный блок, у нас есть целая выстроенная методология по учету затрат на собственный парк, какие затраты необходимо учитывать, как их необходимо учитывать, как эти затраты распределять на заказы. То есть комплексный подход к системе позволяет не просто сказать, это сколько мы тратим в среднем на одно транспортное средство, а сколько мы тратим на транспортное средство, сколько мы тратим на доставку этим транспортным средствам в разрезе каждого заказа, каждого клиента, каждого направления или каждой, например, производственной площадки. Ну так по порядку. То есть первое – это учет собственного парка, собственных транспортных средств, это ведение карточки транспортного средства. То есть все, что связано с собственным парком, с транспортом, ведется в системе достаточно детализированный учет по транспортным средствам. Вся необходимая информация по высокогабаритным характеристикам, по графикам работ, по типу кузова, по перевозке, категория опасных грузов. Все это задается в системе на уровне карточки транспортного средства. Где базируется транспортное средство, если у нас несколько гаражей или несколько автоколонн, например. Какие классы опасности грузов готовы перевозить. Здесь же указан текущий пробег и текущий остаток по топливу для транспортного средства. Указываются, какие документы есть на транспортное средство. Здесь карточка транспортного средства содержит полную информацию, необходимую как для перевозки, так и для ведения учета по собственному парку. Один из процессов для управления собственным парком является выписка путевых листов. Причем в системе возможен разный учет типов путевых листов. Если мы говорим про грузовой транспорт, про легковой транспорт, это, например, транспорт персонала, который чистится на балансе компании. Ну а также используем, например, спецтехники на производстве. Это различные погрузчики, это различные поливающие машины и так далее. То есть для каждого типа техники, для каждого типа транспорта есть регламентированная выписка своих путевых листов. Соответственно, есть контроль автоматического заполнения расходов ГСМ, заправок и сливов, если на машинах установлены датчики. То есть в автоматическом режиме на основании полученных датчиков информации система попадает для заполнения путевых листов. Восход ГСМ, заправка, слив, конечный пробег. Тут же рассчитывается экономия или пережег топлива в зависимости от занесенных норм. Все это ведется контроль в рамках путевых листов. Также ведется контроль стратусов исполнения самих путевых листов. То есть выданы, закрыты, занесены ли все заправки. Подупреждаем пользователя о том, что есть незакрытые предыдущие путевые листы, что могут повлечь с собой некорректное сведение остатков на будущих путевых листах. Соответственно, путевые листы очень плотно связаны с учетом ГСМ. Здесь для каждого типа транспортного средства или модели транспортного средства задают свои нормы расхода. Ведется учет заправок и сливов топлива. Есть возможность работать с топливными картами для различных компаний. «Газпром», «Лукойл», «Роснефть». То есть загрузка непосредственно от них данных, привязка по какой топливной карте какая машина заполнялась, введение учета норм расходов при анализе перевозки. То есть мы понимаем не просто условно, что мы потратили ГСМ, а как каждая статья «Затрат на собственный парк», как я уже говорил, относится по разным аналитикам. То есть это само транспортное средство, это исполняемый транспортным средством рейс, какие затраты на него упадут, какие затраты упадут на заказы на поставку, которые в этом рейсе присутствуют. В том числе дальше мы поговорим, как влияют, например, ремонты. Тоже здесь есть опять-таки две составляющие. Это затратная составляющая при планировании и проведении ремонтов. И есть составляющая операционная, то есть где мы должны спланировать ремонты, предупредить правильному механику о том, что необходимо выполнять техническое обслушивание, проведение ТО, что требуют определенные шины или агрегаты уже замены, потому что опять-таки при помощи путевых листов мы контролируем выработку в пробеге, либо в моточасах. Частично я затронул, что да, ведение учета шин узлов и агрегатов, опять-таки по поводу эксплуатационной выработки, то есть это пробег, отработка в моточасах, а также затратная составляющая. То есть опять-таки к системе изгибки механизма, к тому, как мы ведем затраты, в том числе и на агрегаты. То есть списываем ли мы их сразу или амортизируем согласно пробегу, или амортизируем согласно использованным моточасам, делаем ли мы, например, модернизацию агрегатов или транспортных средств, все это учитывается опять-таки в затратах на балансе компании. Один еще из функциональных возможностей – это учет документов и прочих затрат на собственный парк, то есть это выписка различных, там, ведение лизингов, страховок, водительских удостоверений, то есть все, что связано с документами транспортных средств и водителей. Причем система оповещает, ну, например, вот видно здесь, что это просроченные документы, что это страховка, которая требовала продления, она уже продлена, есть действующие документы, вот они отображены зеленым цветом, и, соответственно, устраивается, за сколько необходимо нас предупреждать. Для каждого типа документов система предупреждает, за сколько дней закончится тот или иной срок действия документов. Отправляет уведомления честному лицу, который дальше, условно, формирует продление этих документов, ведет это все на контроле для водителей, машин. Сюда же могут прикреплены быть карточки топографов, их калибровка, соответственно, здесь же может вестись учет по лизингам. Опять-таки документы транспортных средств водителей иногда тесно связаны с затратами, например, затраты страховки, то есть мы их учитываем как затраты будущих периодов, то есть это отдельный тип затрат, который распределяется по своим правилам, немножко отличаясь от прямых затрат. Ну, как я говорю, то есть есть достаточно мощный блок по учету распределения затрат, учитывая как косвенные, так и прямые затраты, учитывая, например, затраты, когда у нас не было ни рейсов, ни заказов на определенное транспортное средство, но в силу обстоятельств оно несло затраты по амортизации, по лизингу, по неотработанному времени водителя, что он находился на болезни, то есть все это мы опять-таки учитываем и умеем грамотно распределять на коммерческую, так называемую доставку, на коммерческую составляющую, как это влияет на стоимость самой доставки, стоимость заказа, или даже стоимость единицы продукции, перевозимой в одном заказе. В системе есть различная гибкая аналитика, то есть опять-таки состоящая из двух основных направлений, это оперативная отчетность, это сведение план факта, это понимание объема перевозок, то есть все, что связано с операционной деятельностью, и финансовая отчетность, которая позволяет как раз-таки свести аналитику, например, доходную и затратную составляющую по заказам. То есть в рамках системы существует достаточно большое количество отчетов для разного блока, то есть для блока по исполнению, это вот в принципе связано с операционной деятельностью и затрат на рейсы. Если мы говорим про финансовый блок, здесь опять-таки общий финансовый результат, в том числе и по заказам. То есть в целом мы когда формируем отчет, мы понимаем, например, какие доходы, если мы берем за доставку с клиента или с компанией деньги, условно, это наш доход, и какие затраты мы понесли, с учетом различного типа доставок. Затраты связаны как со сторонними перевозчиками, затраты связаны как с собственным парком, которые дальше, как я говорил, распределяются на каждый заказ, на каждую потребность доставки. При необходимости можно это детализировать вплоть до каждой, условно, товарной позиции или группы товаров. Соответственно, при управлении собственным парком мы достигаем определенный эффект, то есть это мы сокращаем затраты на агрегаты и запчасти, когда своевременно проходим ремонт и техническое обслуживание, то есть чем меньше у нас идет износ, чем раньше и своевременно мы делаем ТО, тем меньше машина у нас сломается. Контроль ГСМ позволяет избежать, условно, несанкционированного слива топлива, вообще ведение учета по ГСМ в различных разрезах, различных видов топлива с учетом загрузки данных от топливных компаний, значительно снижает затраты и увеличивает прозрачность самого учета. Соответственно, сокращение вообще пробегов при планировании, оно влечет за собой уменьшение износа транспортных средств, контроль документов транспортных средств водителей позволяет нам не выпускать на линию водителей или транспортных средств, у которых просрочены те или иные документы. То есть, опять-таки, вот этот комплексный подход и плотное взаимодействие именно блока управления собственным парком, блоком управления наемным парком и, собственно говоря, оформлением перевозки, система позволяет достичь, имея все это в едином контуре, в единой системе. Коллеги, я напоминаю, что если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете позвонить нам по телефону, да, либо прислать запрос на наш e-mail. И также вебинар будет вам доступен на нашем канале на YouTube, и, соответственно, материалы также будут доступны на сайте нашей компании axelot.ru. Коллеги, может быть, есть какие-то вопросы у вас по рассказываемым материалам, то есть мы с удовольствием на них ответим. У нас еще есть немножко времени в режиме онлайн. Вопросы, которые мы с вами не успеем судить, как сказал Михаил, можно будет прислать на нашу электронную почту, которая представлена у вас сейчас на экране. Вот у нас есть там один из вопросов, чуть подробнее осветить тему по перевозкам, когда у нас в одной заявке достаточно большой объем грузов. Может ли система ввести контроль частичного вывоза грузов по заявкам? Да, такое возможно, как я говорил на этапе формирования заказов. У нас мы можем формировать либо различные грузовые места, либо общее количество по заявке, которое нам необходимо вывезти. И дальше мы смотрим, контролируем вывоз каждого грузового места, каждой единицы, если мы говорим каждого количества даже грузов, если мы говорим про наливные или насыпные грузы, то, соответственно, вывоз вот этого количества и контроль, в том числе с использованием мультимодальных перевозок. То есть мы знаем на каждом этапе поставки, где находится, соответственно, та или иная часть нашего заказа, нашей потребности доставки. Есть у нас еще вопрос, есть ли мониторинг, оценка манеры езды водителя, нарушения, резкие ускорения и так далее. Да, такая информация в том числе присутствует. Мы большую часть данных забираем в систему спутникового мониторинга, как я говорил. То есть у нас есть несколько готовых, так скажем, интеграций с компаниями Omnicom, с компанией Autograph, с компанией Scout, где мы забираем данные и сводим, условно, как плановый маршрут, так и фактически по данным датчикам, в том числе с учетом манеры вождения. То есть мы видим, забирая информацию с датчиков о том, были ли резкие торможения, были ли, условно, обороты двигателей, выше определенного значения, что опять-таки влияет на манеру езды водителей. Дальше, как правило, большинство клиентов эти данные у нас используют для расчета KPI собственных водителей. Также сразу становится понятно в рамках путевого листа, если у нас есть пережоги, к чему они относятся. Опять-таки мы видим по событиям мониторинга, что манера езды водителя оставляла желательно лучшего, поэтому он превысил заданные нормы. Есть еще вопрос. Еще раз уточните, каким образом коммуницируют заказчик и подрядчик. Если я правильно понимаю, соответственно, это взаимодействие между, при помощи веб-портала, где у нас перевозчик оставляет свою заявку, точнее мы оставляем перевозчику предложение, а он оформляет уже ответ на наше коммерческое предложение. То есть как это выглядит? То есть у нас есть отдельное рабочее место, либо же это по определенному регламенту системе запускается процесс разыгрывания тендеров. Если мы хотим на конкретный маршрут разыграть только перевозку, то мы, соответственно, отправляем запрос нашим подрядчикам, перевозчикам, которые участвуют, формируем заявку на транспортное средство, она улетает перевозчику. Одновременно с этим прилетает на электронный адрес письмо перевозчику, где указана ссылка на портал, либо же он может сразу у него быть открыт уже в условном браузере. А под своим логином и паролем, давайте еще разочек я покажу, он заходит в систему посылки. У него открывается личный стол, личный кабинет, где он видит, какие предложения к нему поступили. При этом он видит, какие уже подтвержденные есть предложения, что вот это ему подтвердили. Здесь я только что отправил, что подтверждение не получил. Соответственно, здесь же фиксируются и новые, которые к нему поступили. По этому отправленному предложению, например, он формирует свою стоимость по доставке, то есть он видит определенные характеристики, формирует, какая машина, по какой стоимости ководитель поедет и отправляет вот эту заявку условно обратно на тендер. Дальше в личном кабинете, в рабочем месте логист видит, ага, по этому рейсу у меня поступили следующие предложения от таких-то перевозчиков. Эти перевозчики вообще не откликнулись, я предложил на перевозку ставку 3500. Соответственно, после определенного времени логист подтверждает выбор определенного перевозчика и перевозчик получает уведомление в личном кабинете, что да, вот там условно поставку будете вы выиграть тендер, и поставку осуществлять будете вы. Вначале, если у вас остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, присылайте их на электронную почту нашу, вот еще раз выразим этот слайдик, либо вы можете с нами связаться по телефону и также задать ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok